21 ноября во всем мире отмечают день телевидения. Праздник был утвержден 16 лет назад. День выбрали не случайно. Вознаменование даты проведения в ООН в 1996 году первого всемирного телевизионного форума. Все эти годы телевещание всегда рядом с людьми, освещает важнейшие события, развлекает, помогает. Ну, в основном новости устраивают нас. Новости. Фильмы хорошие, детективы. Тоже нам нравится. Телевидение должно быть развлекательным или познавательным? Нет, лучше, наверное, познавательным. Развлекаться очень много каналов развлекают нас. В каждом, даже совсем маленьком городке, есть своя телекомпания. В Ивановской области в общей сложности их более десятка. Крупность и небольших в областном центре и муниципалитетах. Правда, сейчас бытует мнение, что нишу телевидения совсем скоро займет всемирная паутина. И просмотр новостей по ящику уйдет в историю. Вы смотрите телевизор? Нет, я нет, лично я. Почему? Ну, не замечает компьютер все это, все телевидение. Телевизор это как бы традиционное идет. А интернет это новшество. Ну, кому как интереснее. Мне, например. Зависит от времени. Телевизор тоже интересный смотреть иногда. Интернет надоедает тоже, быстро. Особенно, когда его нет. Даже ярые блогеры признаются, телевидение не просто востребовано. Оно находится на пороге новой эры вещания. На самом деле телевидение сейчас только развивается. И оно лишь на первых ступенях своего развития. Впереди у телевидения огромное будущее. Конечно же, оно будет цифровое. Это уже ни для кого не секрет. И в ближайшие несколько лет большинство их федеральных каналов перейдут на цифру. И наоборот, во все годы телевидение и его влияние будут только расти и расти. Но возможно, что со временем телевизионные каналы будут вещать больше в интернете, чем в реальной жизни. Наверное, еще информатизация в соцсетях не достигла того предела, когда телевидение вдруг стало бы ненужным. Во-первых, далеко не все пользуются интернетом. Всего процентов около 30 населения. Во-вторых, иногда телевидение раскрывает более предметно некоторые темы и сюжеты, чем это можно узнать, например, из того же Твиттера или Фейсбука. Поэтому я, конечно, считаю, что телевидение нужно и будет нужно еще долго.